25 рублей и ни копейка меньше. Архангельские перевозчики под благовидным предлогом модернизации автопарка активно лоббируют предложение о росте тарифов на проезд в автобусах столицы Поморья. Вопрос цены традиционно увязывается с вопросом качества перевозок. Стоит ли рассчитывать на комфорт и безопасность при цене билета в 25 целковых? Тема обусловлена рост аппетитов автотранспортников и до каких пор нелегальные перевозчики, несмотря ни на какие запреты и штрафы, будут колесить по дорогам Архангельска. Непростая тема окажется в центре внимания вечернего выпуска «Автографа дня» в 19 часов 20 минут на канале ТВ-Центр. Таможня дает добро. Официально вот уже 363 года. Сегодня день таможенника России. Праздник довольно молодой, ему всего 21 год. Выбор даты обусловлен историческими предпосылками. В этот день в 1653 году появился единый таможенный устав. С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. Поэтому вопрос, с какой целью въезжаете в страну, задается далеко не из праздного любопытства. Что касается Архангельской таможни, то ее история началась в конце 16 века. С тех самых пор таможня областного центра не прерывала работу ни на один год. Такими результатами не может похвастаться никакая другая российская таможня. Бивни мамонтов уже закуплены и переданы на обработку мастерам-костерезам. В разгаре подготовка к вручению общественной награды «Достояние севера». Кость мамонта используют для статуэток каждый год. Награда выполнена в форме и копии знаменитого «Обелиска севера». Впрочем, при изготовлении используют и другие материалы, но в особой цене, конечно, мамонт. Всего статуэток будет три. Их распределят по номинациям. Предприятие производственной сферы, предприятие агропромышленного комплекса, предприятие непроизводственной сферы. Кроме того, уже изготовлены золотые знаки с беломорскими алмазами. Их вручат победителю из числа физических лиц. Имена самых достойных узнаем 17 декабря, когда пройдет торжественная церемония вручения наград. Бориса Шергина будут вспоминать в Поморье. 30 октября состоится акция, приуроченная ко Дню памяти талантливого писателя, художника и фольклориста. В этот день северяне будут читать вслух лучшие произведения уникального автора, который особо ценил красоту природы, культуру и быт русского севера. Участниками акции станут читатели муниципальных и школьных библиотек Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и районов Поморья. Дополнительная информация по телефону 20 15 76. В следующем году жители Северодвинска старше 70 лет смогут ездить бесплатно на городских автобусах. Постановление об этом подписал мэр города Корабелов Михаил Гмырин. Право на льготу удостоверяет паспорт или его копия, заверенная у нотариуса. Кроме того, с 1 мая по 30 сентября эта категория граждан сможет бесплатно ездить на пригородных автобусах 101, 103, 104 с понедельника по четверг включительно. Напомним также, что с 1 сентября в Северодвинске бесплатно на автобусах ездят школьники и студенты. Архангельский водник откроет чемпионат России в Ульяновске. Первую игру наши хоккеисты проведут 7 ноября с игроками местной Волги. А первые домашние игры состоятся в Архангельске 16 и 17 ноября, когда в гости к желто-зеленым пожалуют динамовцы Казани. В первом круге против водника будут играть Кировская Родина, Ульяновская Волга, Нижегородский Старт, Столичная Динамо и Динамо Казань. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок? Укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. Сейчас в Архангельске ясно и солнечно, но непривычно морозно. Температура за окном минус 1 градус. Одевайтесь теплее и помните, программа «Сейчас в регионе» каждый час в эфире. Для вас самая актуальная и интересная информация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова